Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практически Практическая работа Самое главное оборудование это сварочный аппарат, на котором вы будете устанавливать температуру 260 градусов. Сварочный аппарат имеет комплект насадок, в зависимости от того, какой диаметр трубы у вас будет. И нужны инструменты. Инструменты это мерительный, рулетка, которую вы будете замерять длину сваренного участка и непосредственно карандаши, которым будете ставить метку. И далее полипропиленовые изделия. Значит это трубы полипропиленовые и фитинги полипропиленовые, которые нам любезно предоставила фирма ССМК-526. Это продукция высокого качества и в настоящее время она очень широко востребована на рынке для монтажа самотехнических систем. Так, теперь несколько рекомендаций по организации работы. Значит, группа делится на бригады. Вот сегодня у нас первая бригада. Бригадир это Женя. Женя сейчас разделит бригаду на звенья. И каждое звено будет выполнять конкретно свою работу. То есть первое звено будет собирать сварочный аппарат, устанавливать его на станине, прикручивать необходимые насадки и готовить аппарат к сварке. Второе звено будет делать входной контроль полипропиленовых изделий, то есть проверить качество изделий. При необходимости, если это нужно будет, очистить или обезжирить, но у нас детали новые, я думаю, что этого не нужно сегодня будет делать. И будет готовить трубные заготовки, согласно чертежа, которые вы будете иметь, точно по размерам. Далее, сваривать вы будете все. И уже последний этап, четвертый, это будет контроль сварного шва. Это будет делать у нас группа технического контроля. Чем вы приступите к выполнению работы? Я хочу в дополнение к инструкции по технике безопасности сделать несколько конкретных шагов для непосредственно нашей работы. По электробезопасности. Во-первых, когда вы начнете собирать сварочный аппарат, пожалуйста, убедитесь в исправности, в целомности шнура, чтобы было исправное штепсельное соединение. Посмотрите вилку, посмотрите розетку, которой вы будете пользоваться. Также, если вы включите аппарат и вдруг почувствуете запах горелой изоляции или запах дыма, то, простите, дым увидите, то аппарат, естественно, использовать нельзя. Когда вы будете менять насадки, обязательно сварочный аппарат нужно отключить от сети. И отключает аппарат, когда есть длительные перерывы в работе или закончили уже работу. Теперь, по пожаробезопасности. Значит, сварочный аппарат нагреваем только тогда, когда он установлен на стамине. Стамина, когда вы будете собирать, только когда на стамине. Максимальная температура устанавливается на аппарате 260 градусов. Теперь, чтобы избежать неприятных моментов ожоги, значит, надо работать обязательно в перчатках. И обязательно периодические помещения проветривать. Вот такие небольшие дополнения по технике безопасности. Я прошу вам сейчас в инструкции, распишитесь, пожалуйста. И можно приступать к работе. То есть, бригадер получает перчатки, пожалуйста, для всей бригады. Задание, пожалуйста. И можно приступать к работе. Далее, необходимо заставить сварочный аппарат и установить его на ровную перерывательную поверхность. Далее, закрепите на сварочный аппарат и смейный нагреватель. Дальше мы начинаем. Пожалуйста, спать мне не верно. Продолжение следует... 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 Так, все уже нарисовали в трубную заготовку? Нет, нет еще. Нет, да? Так, хорошо. Значит, по таблице вы здесь уже определились, да, по времени наберут. У вас диаметр 25, да? 25. Хорошо. Значит, сварочный аппарат уже нагрелся, сигнальная лампочка отключилась и через 5 минут можно проводить процесс сварки. Значит, первая группа уже готовьтесь соединять. Через 5 минут, пожалуйста. Не перемещая ни в осевом направлении, не вращая. Время нагрева 4 секунды. Снимаем с насадок и соединяем соосно, не перемещая. Время сопряжения 2 секунды. Все, смотрим сварное соединение, качество сварного соединения. Хорошо, 2 ваника, то есть у нас град вышел и от трубы, и от фитинга. Молодец, хорошо, хорошее соединение. Продолжаем. Продолжаю. Так, тоже качественное, хорошее соединение, условный проход трубы, никаких наплывов нет, молодец, хорошо, дальше продолжаем. Так, хорошо, ну мы будем смотреть уже потом ОТК, будет у нас технический контроль принимать в конце полностью монтажный узел, дальше, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А то уже будет влиять на качество соединения. Так, хорошо, потерьте, да, насадочки чистые, все, хорошо. Включайте сварочный аппарат, продолжаем работу, пожалуйста, дальше собираем монтажный узел. Спасибо. 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 Спасибо, progression. Спасибо. Так, дальше? Нормально? Хорошо. Спасибо. Продолжаем. 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 Продолжаем.